Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции — это batch normalization. Это важный очень метод, который был предложен какое-то время назад. Всё очень хорошо держится. У него есть свои недостатки, достаточно серьёзные. И я думаю, что однажды он останется на дворках истории, будет заменён. Множество альтернатив ему предложено, но тем не менее, я так понимаю, что ни одна из них по популярности своей пока не приблизилась к нему самому, поэтому мы изучаем с вами именно это. Итак, на прошлой лекции рассматривали методы регуляризации, и мы рассмотрели weight decay, data augmentation, dropout. И нам осталось ещё два таких важных метода. Это batch normalization и label smoothing. Label smoothing — это очень простой метод, мы рассмотрим его первым делом, и потом перейдём к batch normal. Итак, когда мы с вами решаем задачу классификации, это я рассказываю про label smoothing, и строим one-hot encoding vector, то он имеет следующий вид, да? Мы говорим, что это вектор, который полностью заполнен нулями, кроме одной компоненты, которая равняется единице. Так вот, ещё один очень простой метод регуляризации, называется label smoothing, в чём идея? Мы сдаём некоторый epsilon, небольшой, близкий к нулю, и вместо той компоненты, которая у нас равнялась единице, мы запишем компоненту единицы минус epsilon. Все остальные компоненты мы заменим на epsilon, разделить на k минус один. Обратите внимание, что если у нас здесь всего k слагаемых, то сумма всех компонентов, кроме этой, будет как раз epsilon, потому что их к минус одна штука, и, соответственно, у нас в числителе будет к минус один epsilon, разделить на к минус один, к минус один сократится, останется epsilon. И поэтому мы видим, что сумма элементов, всех элементов этого вектора по-прежнему будет равна единице. Вот, то есть здесь мы как будто бы чуть-чуть не уверены в принадлежности нашего объекта именно нашему классу. И такой приём тоже может использоваться для регуляризации. Но я бы сказал, что он встречается нечасто, просто вы должны знать, что он есть. Если в какой-то статье встречаете label smoothing, то это вот про это. Теперь давайте перейдём к batch normalization. Что важно знать, что глубокие нейронные сети тяжело обучать. Вот, то есть когда мы с вами говорим, например, про многословий персептрон, в котором два скрытых слоя, то нам не очень важно, какая у нас будет инициализация, нам не очень важно, какие у нас будут функции активации, это могут быть сигмоиды, могут быть рейлии, там ещё что-то, могут быть гиперболические тангенсы. Это не так важно, потому что многословий персептрон обучится и так, если он не глубокий. Тем не менее, когда мы говорим про глубокие нейронные сети, то обучение этих нейронных сетей сопряжено с особенными трудностями, которые вызваны именно глубиной. То есть две главных проблемы, которые рассматривают, когда говорят про сложность обучения глубоких нейронных сетей, это исчезновение градиентов и взрыв градиентов. То есть исчезновение градиентов – это vanishing gradients, и взрыв градиентов – это exploring gradients. Что это значит? Значит, мы можем себе представить глубокую нейронную сеть. Выход её направляется в целевую функцию. И после этого мы начинаем backpropagation. И представьте, что градиенты по вашим активациям, когда вы считаете частную производную целевую функцию по вашим активациям, каким-то там разным слоёв, вы вот здесь получили какое-то небольшое значение, не очень далёкое от нуля. То тогда, если вы вспомните все формулы, если у нас с вами не очень большие, получается, веса, то когда мы пройдём с вами назад, сюда, то здесь у нас будет умножаться вот это значение на различные веса и складываться, и мы легко можем получить в итоге. То есть если у нас стабильно веса, например, небольшие и не очень далёкие от нуля, то в этом случае мы можем получать значение частных производных по активациям меньше, меньше, меньше и меньше. Что придёт к тому, что здесь частные производные по активациям, например, будут близки к нулю, где-то, начиная с какого-то момента. А что это означает? Это означает, что градиент дальше у нас не пройдёт. Как только у вас в каком-то месте, где-то посередине. А активации стали, ну, по сути, равными нулю, дальше уже не важно, потому что дальше везде ноль. В этом, собственно говоря, опасность. Стоит где-то обнулиться, как дальше ничего кроме нуля уже не будет, это изменить нельзя. В чём проблема этой ситуации? Это означает, что у вас веса нейронной сети, которые находятся до этого момента, они не учатся вообще. То есть там нейронная сеть просто заморожена, потому что градиент не проходит. И ваше, по сути, у вас здесь происходит какое-то случайное преобразование, вот в этой части определяемой начальной инициализацией, да? А по сути ваша нейронная сеть – это только вот эта часть. То есть это не глубокое что-то, и это работать хорошо не будет. Что такое градиент эксплоужен? Это обратная ситуация, где по какой-то причине у вас частные производные становятся слишком большими. Здесь наоборот, если у вас достаточно большие веса, или, смотрите как, то есть когда мы с вами изучали, как надо инициализировать нейронные сети, мы говорили, что вот есть чёткая формула. Если вы этой формулы не будете следовать, и будете, например, брать их с другого распределения, где изначальные значения весов будут выше, то в этом случае вы получите ситуацию, где у вас с продвижением вперёд активации могут становиться всё больше, и когда вы будете идти назад, это приведёт в итоге к очень большим значениям частных производных. В чём проблема очень больших значений частных производных? Ну, это как иметь неприличный большой learning rate, да? То есть у вас есть ваша целевая функция, вы, например, хотите двигаться сюда, потому что у вас есть локальный минимум, но из-за того, что у вас получается очень большое значение градиента, вы попадаете совсем в другую ситуацию, да, совсем в другую точку, и вы находитесь здесь, вам необходимо двигаться сюда, но вы совершаете не какой-то маленький шаг, да, который позволил бы вам постепенно спуститься сюда, в точку локального минимума, вы почему-то делаете шаг из-за того, что у вас как раз gradient explosion произошёл, вы делаете шаг вот сюда. И здесь, когда вы будете читать частный производный, да, здесь наклон ещё сильнее, и ваш шаг уже в эту сторону будет ещё больше. И вы можете попасть там, я не знаю, куда-то сюда, и в итоге, в какое-то время вы видите, что ваша нейронная сеть выдаёт нано вместо значения лосса, а ваши веса, ну, совершенно не такие, какие вы хотите их видеть, и обучение нейронной сети в вашем счёту испорчено, и надо либо начинать сначала, либо откатываться к какому-то точке сохранения, которая была до того, как gradient explosion произошёл. Но любая из этих проблем, она усиливается глубиной. Не в последнюю очередь потому, что как только у вас произошёл gradient finishing, как я уже сказал здесь, да, исправить это нельзя. И в то же время, как только у вас пришёл gradient explosion, gradient explosion, исправить его тоже нельзя, да, потому что у вас очередной тензор, содержащий частный производный по активациям, он содержит, по сути, ноты number, да, какие-то бесконечности, то дальше, на что бы вы их не умножали бы, если это не нули, то у вас бесконечностью это и останется. Вот, поэтому эта проблема в обучении глубоких нейронных сетей не единственная, но важная. И для решения этих проблем и некоторых других проблем, тут совсем не очевидно на самом деле, что и как, я дальше об этом поговорю, но главное, что рано или поздно, вот я думаю, что это был, там, может, 14-15 год, наверное, 15-й всё-таки, судя по тегу здесь, был предложен метод, который называется batch normalization. Batch – это как раз тот мини-батч, это набор изображений, да, которые мы единовременно подаём на вход при обучении. Что интересно, что авторы этой статьи сказали, что они ускоряют виде accelerating deep neural network training by reducing internal covariate shift. И забавно то, что они говорят, что они ускоряют обучение нейронных сетей за счёт вот уменьшения этого внутреннего, не знаю, кавариационного сдвига. Мы сейчас поговорим о том, что это такое, но сразу забегая вперёд, скажу, что я не буду этим обосновывать эффективность batch norma, потому что это тоже один из тех приёмов, где люди делают, ну, я уж не знаю, какой конкретно логикой они руководствуются. В итоге люди предлагают какой-то метод, который работает, но при этом они сами до конца не понимают, почему он работает. Мы с вами вот постепенно, то есть в VGG, я думаю, последняя наша тема, где всё понятно, мне кажется, почему работает, и мы начинаем постепенно заходить на территорию работ, где сами авторы не понимают, почему это работает. Вот это первая работа, здесь они были уверены, что они понимают, почему это работает. Да, вот они пишут, смотрите, что distribution of each layer's input changes during training as the parameters of the previous layers change. То есть идея в том, что у вас глубокая нейронная сеть, вы обучаете нейроны во всех слоях, но при этом, вот вы, например, обучаете вот этот слой, какую-то задачу он там решает. Но вы ведь знаете, что вы потом через backpropagation пойдёте назад и обновите веса этого слоя, обновите веса этого слоя. Тогда получается, что то, на что учился этот слой, оно уже по большому счёту не существует, потому что нейроны, которые идут до него, они изменились, они выдают другие значения, другие распределения активации, соответственно, ему нужно в каком-то плане переучиваться заново. Вот это та проблема, которую автор статьи называет internal query shift. Получается, что эти слои уже изменились, и то, для чего учился этот слой, он это уже не увидит, потому что все значения будут доходить другими, да, то есть на тех же картинках он будет видеть другие активации нейронов, другие выходы нейронов предыдущего слоя, потому что все слои до этого изменились. И авторы считают, что именно эту они проблему решают с помощью batch normalization. Скоро мы с вами увидим, что это не совсем так, но просто это скорее из любопытства, чтобы чуть получше понимать, как вообще устроен batch norm, как он работает, и ещё, как устроен deep learning research относительно того, что люди не совсем понимают, что они делают. Но это нормально. То есть они делают, это по-прежнему отличный вклад в развитие deep learning, без batch norm не было бы реснета и так далее. Вот, то есть очень важный инструмент. Так, поехали дальше. Значит, как batch normalization влияет на обучение? Вот на этом графике вы можете увидеть несколько графиков обучения. Получается, синие – это графики обучения с batch norm. Это, обратите внимание, что это обучающая выборка, точность на обучающей выборке. А красная – это без batch norm. И мы можем здесь посмотреть на то, как влияет learning rate на обучение. То есть, видите, с batch norm, да, learning rate 1,10 обучается быстро. А без batch norm learning rate 1,10 обучается медленнее, но тоже обучается. И на обучающей выборке доходит, по сути, до той же точности. Если мы сделаем с batch norm learning rate 5,10, то мы медленнее, но всё равно сможем обучиться чуть хуже, чем до этого. Но если мы без batch norm сделаем learning rate 5,10, то, в принципе, вообще ничего не добьёмся, у нас ничего обучаться не будет. То есть, этот график показывает, что batch norm позволяет вам меньше беспокоиться о чувствительности нейронной сети вашей, процесса обучения к таким гиперпараметрам, как learning rate, например. То есть, я так понимаю, что и к консистенциации нейронной сети сразу меньше требований. В общем, выигрыш на обучающей выборке виден невооружённым глазом. А вот эта тестовая, точность на тестовой выборке, да, те же самые сценарии обучения, и мы видим, что, да, понятно, высокий learning rate без batch norm мы вообще не обучаем. У нас ничего не получается. Это без batch norm learning rate 1,10, да, тут же batch norm 5,10. И видно, что на тестовой выборке с batch norm мы способны получить, в принципе, более высокую точность, чем без batch norm. То есть, здесь разница очевидна, что без batch norm вот этот сценарий, он так и не догоняет сценарий с batch norm по точности. И это уже становится важным, да, то есть, это не какая-то обучающая выборка, а тестовая, это самая важная для нас. Вот, соответственно, метод крайне интересный. Давайте теперь посмотрим, как он работает. Идея здесь вообще следующая. Вот мы с вами возьмем какой-то нейрон. Подадим на вход какую-то картинку. И получим значение этого нейрона, ой, простите, активация этого нейрона A1. Подадим другую картинку на вход. Получим активацию этого нейрона A2. Подадим третью картинку на вход. Получим активацию этого нейрона A3. Подадим четвертую картинку на вход. Получим активацию A4. И так далее. В итоге мы можем с вами построить распределение этих активаций. А, какие еще нюансы-то есть, да? Смотрите, например, если я обучаю, например, обучаю нейронную сеть, где в качестве функции активации я почему-то использую сигмоиды, то в этом случае, если у меня активация попадает куда-то сюда или куда-то сюда, то у меня градиент здесь умирает, потому что у меня производная в этой точке моей функции активации еще не скакнули. Второй момент. Если у меня функция активации value, но все данные у меня попадают вот сюда, то в этом случае этот нейрон в принципе для меня не работает, потому что он выдает ноль на всех элементах обучающей выборки. То есть, он бесполезный, он мертвый. Если же по какой-то причине у меня все элементы обучающей выборки попадают вот сюда, то тогда этот нейрон не имеет никакой нелинейности, да? это то же самое, как если бы он имел линейную функцию активации. То есть, я хочу сказать, что как для сигмоидов, так и для релью, так и для здоровья моей нейронной сети в плане взрыва градиентов и исчезновения градиентов, мне на самом деле было бы очень здорово, если бы активации моих нейронов имели нулевое среднее и единичную дисперсию. И что говорит BatchNormalization? Вы хотите иметь нулевое среднее и единичную дисперсию? Ну так сделайте, вот просто возьмите и сделайте себе нулевое среднее и единичную дисперсию. Просто навяжите нейронной сети такие условия. Как мы это можем сделать? Что если я возьму всю нашу обучающую выборку, к примеру, да, и построю вот такое распределение? Потом я посчитаю среднее значение для этого распределения и посчитаю дисперсию. А теперь я возьму каждый элемент ну то есть я теперь в этот нейрон встрою следующую операцию. Мне приходит на вход картинка, я получаю активацию этого нейрона, а дальше я вычитаю из этой активации мю и делю это на сигму. В этом случае мы с вами получили бы ровно то, что хотели. Мы получили бы с вами распределение, которое имеет нулевое среднее и дисперсию единицы. но в том варианте, в котором я это описал, это очень неэффективно. Почему? Потому что во-первых, здесь нужно было пройти по всей обучающей выборке, что ощущается как очень ну неприемлемая вычислительная операция. Первый момент. Второй момент. В процессе обучения нейронной сети вот эти веса будут меняться. Это значит, что распределение вот это оно тоже будет меняться в процессе обучения нейронной сети. Если оно будет меняться, это значит, что наши значения μ и σ будут устаревать. И нам нужно будет снова проходить по датасету, оценивать среднее и дисперсию. Причем, что интересно, тут важный момент, что через такое преобразование у нас градиент легко пройдет. То есть, это никак не помешает обучаемости нашей нейронной сети. Собственно говоря, что BatchNormalization делает? Он предоставляет вам инструмент для того, чтобы на лету постоянно, примерно, вычислительно, дешево оценивать μ и σ и делать вот такое преобразование, как мы сделали здесь. Но! Ведь возможна такая ситуация, что это преобразование на самом деле почему-то нейронной сети неудобно. Почему-то ей это мешает. BatchNorm предоставляет нейронности возможность с помощью BackPropagation избавиться от этой нормализации. Давайте посмотрим, как это работает. Вот у нас есть наша активация A и D. Обратите внимание, что здесь и вообще во всей лекции про BatchNorm нижний индекс у активации это не индекс нейрона внутри слоя, как это было всегда во всех лекциях до и будет во всех лекциях после. это индекс картинки в мини-батче. То есть мы с вами взяли мини-батч, в нем n картинок и мы сейчас с вами будем работать с одним нейроном. Все остальные нас пока не волнуют. Вот. Соответственно, A и D это активация этого единственного нейрона, когда мы на вход подаем и ту картинку. Соответственно, вот наше среднее, да, мы взяли, просуммировали все активации для изображения в батче и разделили на их количество, то есть взяли среднее. После этого мы можем с вами оценить дисперсию вот по этой формуле, да, то есть это сумма квадратов разности среднего и активации для этой картинки. Средняя сумма. Так, что теперь мы с вами делаем? Вот как я уже говорил, да, мы из нашей активации вычитаем среднее, делим на сигму, но видите, тут чуть хитрее, мы делим на корень из сигма квадрат плюс эпсилон на случай, если у вас почему-то дисперсия кажется нулевая, да, то есть как-то так вышло, что для всех картинок батча ваш нейрон вернул одну и ту же активацию, то есть это очень легко, а нет, не вернул нейрон, да, активация была одна и та же. Вот, ну в общем это более-менее легко представить, тогда у вас просто это все уйдет в бесконечность и на этом обучение ваше закончится, это будет ваш Exploding Activation, который придет к Exploding Gradients. Вот, соответственно, вот эта формула, это ровно то, что мы с вами нарисовали вот в приложении. Так, вычли средний разделили на стандартное отклонение. Ну, плюс им сам. Так, но, теперь мы с вами умножим это на некоторую гамму и прибавим β. Причем, как гамма, так и β это обучаемые параметры. Зачем они нам нужны? Допустим, нейронной сети патч-норм не нужен, он им мешает. Тогда она в принципе может обучить гамму примерно равной корень из сигма квадрат плюс ε и β примерно равной μ. Тогда, как видите, если я поставлю такие значения, то это будет то же самое, как я бы просто сохранил исходную активацию. То есть, мы даем нейронной сети возможность через backpropagation отменить бач-норм, если он мешает. Обратите, пожалуйста, внимание, что у каждого нейрона вот эти значения γ и β будут свои. То есть, это не два параметра на всю нейронную сеть, а это два параметра по большому счету для каждого нейрона. То есть, какие-то нейроны могут захотеть отменить бач-норм, какие-то нейроны нет. Единственная оговорка, если мы говорим про сверточные нейроны для одного фильтра в одном сверточном тензоре, будут общие. То есть, у вас γ и β точно так же сохраняют логику вот этой fully convolutional network, то есть, у вас все сверточные нейроны должны вычисляться одним и тем же образом. Это значит, что γ и β между ними будут разделены. И после того, как мы с вами вот так преобразовали активацию, мы с вами вычисляем функцию активации от этой активации и выдаем это в качестве выхода нейрона. То есть, бач-норм у нас применяется между, то есть, мы вычислили с вами активацию, после этого бач-норм и после этого мы вычисляем функцию активации. Но в противном случае смысла было бы меньше. Я вот здесь про логику такого сорта говорил, что для нас и теперь, когда у нас нулевое, среднее, единичная дисперсия, мы знаем, что у нас и нелинейность value используется, и у сигмоида мы попадаем на ту его часть, где у нас градиенты ненулевые. Если бы мы с вами применяли бач-нормализацию после функции активации, то никакого выигрыша от этой ситуации мы бы с вами не получили. Теперь я хотел бы рассмотреть, каким образом у нас проходит градиент через бач-нормализацию. Я постараюсь сделать это быстро. У меня есть какое-то количество изображений. Какое-то количество изображений, когда я подаю их на вход в свои нейронные сети, я у какого-то определенного нейрона получаю активация первая, вторая, третья и так далее, а четвертая. Первое, что мне нужно... Мы сейчас с вами нарисуем computational graph, то есть это граф, который описывает, каким образом именно проходит наше вычисление. То есть получается, у нас с вами все наши значения активаций участвуют в вычислении среднего. То есть за счет batch normalization мы с вами знаем, что у нас в каком-то плане нечто общее. То есть то, как градиент пойдет по этому изображению, зависит от йотового изображения в батче в том числе. У нас все наши значения активации поучаствовали в вычислении среднего. Теперь среднее и снова каждый элемент участвовали в вычислении дисперсии. в итоге вычислений каждой активации участвуют и среднее и дисперсия. Давайте сосредоточимся на А1. То есть когда мы вычисляем с вами А1 с волной, мы с вами используем и μ и σ2 и исходное значение активации. Но помимо этого при вычислении А1 с волной будут участвовать еще и β и γ которые являются обучаемыми параметрами. То есть здесь у нас с вами получается Так, давайте-ка я нарисую это немного красивее все. То есть у нас есть μ у нас есть σ2 у нас есть γ у нас есть β здесь у нас А1 с волной 2 с волной 3 с волной 4 с волной при этом 7-й квадрат μ А1 гамма и бета влияет на вычисления а первого словно мы даже можем наверное чуть-чуть по-другому это сделать еще и упростить нам следующее вычисление мы это обозначим а первое с крышечки пока будет первое с крышечкой это 1 минус ню разделить на корень из сигма квадрат плюс и все и теперь здесь у нас появляется гамма соответственно тут мы получаем первое с крышечкой умноженное на гамма нас бета мы получаем а первое крышечки плюс бета и это и есть наше а первое словно на что я хочу обратить ваше внимание я хочу обратить ваше внимание на то что бета влияет на все активации и гамма тоже влияет на все на все промежуточные значения допустим мы с вами имеем частную производную целевой функции по а и тому с волной наша с вами задача найти частную производную целевой функции по д а и тому ну и параллельно по гамма и бета во первых целевая функция частится целевой функции по бета это частная производная целевой функцией по первому с волной на частную производную целевой функции ой на частную производную а первая с волной по бета и так далее, и так далее. Так как бета повлияла на все наши активации, то мы здесь получаем с вами вот такую сумму. При этом, вот это у нас всегда равняется единице, поэтому это сумма и от единицы до n частные производные по всем нашим активациям нормализованы. Так, это мы разобрались с вами с бета. Теперь давайте разберемся с гаммой. Получается, гамма у нас тоже повлияла на все результаты. Поэтому это будет снова сумма. Здесь целевая функция частная производная по аитому с волной, а здесь частная производная аитова с волной по гамма. Мы с вами знаем, что вот я это обозначил через аит с крышечки, да? Получается, что когда я возьму производную аиту с волной по гамма, вот это у нас от бета, это будет, естественно, 0, а тут, получается, останется аит с крышечкой. Мы получаем сумму целевая функция отбитая с волной на отбитая с крышечкой. Так, и вот мы с вами получили частная производная по гамма. Давайте найдем частную производную по аитому с крышечкой. Получается, частная производная по аитому с крышечкой это. Все, что у нас произошло, да, это умножение этого значения на гамма. Соответственно, это будет частная производная целевой функции по аитой с волной умножить на гамму. Теперь мы хотим с вами найти частную производную по сигма квадрат. Вот тут интересный момент. Дело в том, что сигма квадрат, да, и ню это не обучаемые параметры, поэтому, казалось бы, зачем брать по ним производные, но ситуация такая, что через это проходит производная от исходной активации. И поэтому это просто тот момент, где другие изображения начинают влиять на наши градиенты. Получается, частная производная целевой функции по сигму квадрат, я ставлю сигму квадрат, не буду доходить до стандартного отклонения, это получается, сигму квадрат у нас повлияло на все а с крышечкой, да, поэтому это будет сумма частных производных по всем а с крышечкой на частную производную а с крышечкой по сигму квадрат. Что это такое получается? Это получается минус одна вторая, это степень сигму квадрат в степени минус одна вторая. Теперь здесь а и т минус мю разделить на сигму квадрат плюс кепсил в степени минус три вторых. И я теперь должен это умножить на производную того, что у нас было под корнем от сигмы квадрата, и это будет единица, поэтому все остается так. Можно чуть покрасивее тут писать следующим образом. на а и т с крышечкой, а здесь сигма квадрат плюс и все. Теперь, когда мы знаем частную производную по сигму квадрат, мы можем с вами вычислить частную производную по мю. Но обратите внимание на то, что у нас мю влияет и на сигму квадрат, и на а и т с крышечкой. Поэтому частная производная целевой функции по мю, по мю, это будет частная производная целевая функция по сигму квадрат на частную производную сигму квадрат по мю плюс сумма единицу до n частную производную целевой функции по а и т с крышечкой на частную производную а и т с крышечкой по мю. Что у нас получается? Я вот эти вещи не буду раскрывать, потому что мы просто их вычислили, нам знать не нужно. то есть сюда нужно посмотреть. Так, частная производная сигма квадрат по мю это получается 2 разделить на n, потому что там была единица разделить на n, и у нас там все в квадрате. И здесь сумма сумма мю минус а и т. и степень уже единица. Ну и соответственно потом надо умножить на производную из того, что в скобках это единица. Так, это получается мы вот это раскрыли, и теперь вторая часть это сумма и от единицы до n. Частную производную целевую функцию по а и т. из крышечки мы посчитали, а здесь минус единица разделить на у нас а и т с крышечкой это а и т минус мю и разделить на корень сигму фират при сепсиу. Соответственно остается только вот это. Пожалуйста, обратите внимание сюда. Здесь допущена ошибка, минуса здесь быть не должно, так как у нас уже в знаменателе минус не нужен. Пожалуйста, исправьте. Но при этом вот здесь все правильно. это был непростой путь и мы почти дошли до конца. Все, что нам осталось сделать, это посчитать частную производную собственно говоря по исходным активациям, чтобы у нас градиент мог полностью через всю структуру бачнор пройти. То есть частная производная целевой функции по а и т. это смотрите а и т. у нас повлияла на мю и на сигму квадрат и на а и т. с крышечкой. Получается частная производная целевой функции по мю а теперь частная производная мю по а и т. а и т. входит как одно из слагаемых умноженное на единицу разделить на n и поэтому просто можем умножить на единицу разделить на n теперь а и т. входит в вычисление сигмы квадрат у нас это все уже вычислено осталось только взять частную производную по аидому это получается а здесь у нас остается одно слагаемое потому что из всех слагаемых по которым сейчас дисперсия а и т. влияет только на одно и там у нас под квадратом было мю минус а и т. соответственно я тут пишу а и т. минус мю ну и а и т. повлияло на а и т. с крышечкой поэтому здесь частная производная цельной функции по а и т. с крышечкой на частную производную а и т. с крышечкой с крышечкой вот получается все формулы что нам нужны давайте я коротко пробегу значит это по бета по гамма по аитаму с крышечкой по сигма квадрат по мю и по аитаму исходному ну соответственно из-за всех сумм которые вы видите у вас действительно градиент проходит с учетом других картинок тоже так теперь возникает вопрос а что нам делать на этапе тестирования о кстати прежде чем мы к этому перейдем даже нужно еще по о чем сказать какое важное требование бач норма то есть что должно выполняться для того чтобы вы могли бач норм применять и не переживать ваши элементы которые вы набираете в бач должны быть независимы друг от друга то есть вы должны их равновероятно набирать из вашей обучающей выборки это первое требование и второе требование у вас бач должен быть достаточного размера если у вас бач маленький то ваши оценки среднего дисперсии будут ненадежны и у вас пользы это никакой не принесет с другой стороны если ваши элементы которые вы набрали бач скеллированы например они все из одного класса то в случае оценки среднего дисперсии тоже будут некорректны потому что одно дело я наберу элементы из разных классов равновероятно у меня дисперсия будет выше потенциально этого нейрона а когда у меня все элементы из одного класса понятно что ситуация будет другая поэтому два требования большой размер бача и равновероятный набор из элементов обучающей рубрики то есть не скрелированные между собой элементы независимые и это на самом деле большая проблема во-первых если вы обучаете что-то на больших картинках где сложная нейронная сеть то в этом случае у вас то есть понятно что размер бача большой упирается в ограничения по памяти видеокарты соответственно у вас получается ситуация когда вы не можете подвозить себе большой бач и тогда бачно начинает плохо работать первый момент второй момент некоторые задачи компьютерного зрения требуют от вас что вы набирали элементы по какой-то специальной схеме а не просто случайные даже если мы с вами вспомним как мы делаем image retrieval то мы с вами набираем элементы из одного кластера например мы набираем с вами специально для face recognition мы набираем для одного человека обязательно две фотографии там в итоге если вы посмотрите то они когда набирают в бач там много фотографий одного человека туда может пойти соответственно в таких задачах применение бачнормы теоретически не обосновано это не значит что они не применяют то есть бачнорм продолжают применять для image retrieval например ну потому что там он входит в состав реснета который потом используется который выдает вам вектор который на основе которого будете считать имберинь вот но это все надо делать очень аккуратно вам нужно помнить что например пока вы предобучали реснет на задаче классификации набирали случайно вы бачнорм могли использовать но когда вы потом переходите обучать уже на image retrieval вам нужно потенциально замораживать бачнорм и его не использовать в таком ключе в котором мы его используем здесь вот сейчас я поясню что это значит вот то есть здесь есть свои тонкости так вот теперь про применение бачнорма на практике в чем проблема проблема в том что мы завязаны на вот эти значения мю и сигма квадрат то есть они у нас откуда-то должны быть одно из решений было бы на практике мы тоже должны иметь бач обязательно то есть если вы одну картинку подадите но у вас сигма квадрат будет равна нулю и говорить не о чем потому что аидер равно мю по определению и у вас другое значение и все съезжает и ваша нервная сеть сильно не готова к такой ситуации другое наивное решение было бы иметь большой бач и подавать картинки на вход ну то есть вы на тест я хочу сказать что вы на этапе тестирования не хотите зависеть ни от каких требований вы хотите спокойно иметь возможность подать одну картинку и получить класс да ну то есть разве не это машинное обучение должно делать это поэтому мы больше не делаем так как мы делаем на этапе обучения мы вот эти вещи вот так не считаем мы делаем по другому один из способов как это можно сделать это после того как вы нейронную сеть обучили и теперь вы хотите ее либо провалидировать либо вы хотите ее пустить в продакшн что вам нужно сделать это получить оценки вы можете взять много картинок да прогнать их через нейронную сеть да получить оценки мю и сигма квадрат или потенциально даже усредить эти значения там на протяжении какого-то количества эпох ой простите не какого-то какого-то количества бачей то есть вы для каждого бача можете посчитать да и после этого усреднить по бачу если не смещенная оценка дисперсии поэтому м-1 но это не очень удобный путь тоже потому что получается что вам для того чтобы надежные оценки получить вам нужно много картинок прогнать да там сотни в этом случае если вам нужно это делать каждый раз перед валидацией вашей нейронной сети в процессе обучения это может быть очень затратно по времени соответственно альтернативный путь это exponential moving average вы спокойно при обучении продолжаете считать свои мю и сигму квадрат да но при этом вы постоянно обновляете свои значения которые у вас есть некоторые оценки того какие мю нулевое и сигму нулевое должны быть потому что понятно что если я возьму и усредню то есть смотрите я обучаю нейрону сеть да у меня там не знаю тысяча батчей прошла я на каждом батче посчитал мю и сигма и потом усредняю чтобы использовать это дальше почему это плохо потому что за эти тысячи итераций мои мю и сигма сильно изменились потому что менялись веса соответственно те значения которые я видел в начале обучения они уже не актуальны вот expansion moving average это способ усреднить так чтобы те значения которые я видел давно имели очень незначительный вклад и в основном имели вклад те значения которые я видел в последнее время и чем более свежее значение тем больше вклад оно вносит но при этом я все равно не концентрируюсь на одном батче да а я учитываю свою историю как это работает вводит некий decay coefficient d это что-то в районе например не знаю 99 сотых и теперь я в процессе обучения все время поддерживаю вот такие два значения я во-первых инициализирую μ нулевое я инициализирую нулем дисперсию я инициализирую единичкой и вот в процессе обучения получается я 099 умножаю на свое старое значение и 1 сотую умножаю на новое и складываю да и то же самое здесь когда видите на следующей итерации да я снова это умножу на d добавлю единицу минус d уже на новое у меня получается мое старое значение будет умножаться уже на d в квадрате на третий трасс там будет d в кубе и так далее то есть постепенно если я видел это значение там не знаю 50 итераций назад то оно будет умножено на d в 50 степени а это 50 степень это уже не такое большое число на самом деле да оно будет постепенно приближаться к нулю вот соответственно те элементы которые я видел недавно те значения мю и сигма они будут иметь больше вес те которые я видел давно они будут экспоненциально бывать поэтому это и экспоненциал moving average вот то есть здесь мы с вами подсчитываем наши мю и сигма просто в процессе обучения еще один момент при применении batch normalization вам может показаться что в этом случае ваша нейронная сеть становится вычислительно сложнее да какой-то корень надо извлекать там еще что-то квадрат возводить вот на деле все очень просто то есть вы когда ваша нейронная сеть уже обучена вы мю нулевое и сигма нулевое в квадрате вы их вычислили да либо через экспоненциал moving average либо потому что вы на валидационной выборке их посчитали и теперь мы можем вот это выражение преобразовать вот таким образом да то есть у нас вот это войдет во что-то вроде bias вот здесь и поэтому это просто вы это предвычислили это у вас просто уже константа которую вы запомнили это просто константа поэтому вам нужно просто аиты умножить на число и прибавить число это вычислительно очень просто поэтому в итоге на этапе inference batch нормализация сильного computational overhead вам не создает и теперь такой философский вопрос который хотелось бы обсудить это как batch norm помогает оптимизации то есть как я уже сказал в исходной статье авторы считали что они уменьшают covariate shift что они то есть видите так как мы на каждом этапе добиваемся того что распределение активации имеет нулевое среднюю единичную дисперсию то не так важно что там на предыдущих слоях у нас действительно изменились веса изменились какие-то распределения и так далее и снипсерное распределение придем к тому же виду так ну то есть так рассуждали авторы тем не менее шли годы и вот эта статья снипс то ли восемнадцатого то ли девятнадцатого года да то есть это очень серьезно ну самая лучшая конференция по машинному обучению и вот очень свежая статья которая задается вопросом как в итоге batch нормализация помогает оптимизации вот и авторы ставят разные эксперименты и показывают что смотрите вот у нас обучение нейронной сети без бачнорма это обучение с бачнормом давайте я покажу что на этом графике что значит вот они берут третий слой виджи-джи по-моему при движении отсюда сюда у вас меняется номер итерации обучения видите тысячи три тысячи пять тысяч и так далее и они показывают что окей вот у бачнорма да вот распределение и вы видите что при движении да от начала обучения до конца обучения это примерно одно и то же распределение оно никуда не сдвигается ни влево ни вправо то есть это то что бачнорм и обещал Но при этом у исходной сети это та же примерная ситуация. То есть этот Query Shift, он особенного эффекта не вносит. Но можем сказать, ладно, хорошо, это же всего лишь третий слой. Давайте посмотрим на 11-й. Но на 11-м вот такая ситуация у BatchNorm. И в 11-м слое исходной сети как будто бы Query Shift даже меньше. То есть здесь вы видите, средние разные, расходятся вот эти пики. Здесь как будто бы нет. То есть они говорят, что, как ни странно, это никак не связано с Internal Coverage Shift. Здесь они ставят еще один эксперимент, где после каждого нейрона они специально добавляют шум. Причем этот шум имеет не нулевое среднее. То есть они говорят, мы специально добавим Internal Coverage Shift. Так что даже если у вас BatchNorm есть, то у вас все равно Internal Coverage Shift обязательно будет. Так вот, это, где они специально добавляют Internal Coverage Shift, это Standard плюс Noisy BatchNorm. И видно, что исходная сеть без BatchNorm и без всякого специально добавленного шума по-прежнему учится хуже, чем нейронная сеть с BatchNorm с специально добавленным Coverage Shift. Соответственно, это говорит о том, что этот самый Coverage Shift, он не так мешает обучению на самом деле, как думали раньше. И в итоге они утверждают следующее. Они говорят, что то, как BatchNorm на самом деле помогает, он делает поверхность целевой функции, по которой вы движетесь, пока минимизируете эту целевую функцию в пространстве параметров, он делает ее более гладкой. То есть здесь они показывают, как осцеллирует Loss, а Loss это получается, ну, вот вы металлический шарик отпускаете, да, и он скатывается по этой поверхности вниз, ну, как примерно работает градиентный спуск, как его можно было визуализировать в трехмерном пространстве, то это то, как он меняет высоту, да, то, как скачет ваш Loss в процессе обучения. Так вот, без BatchNorm, да, скачки большие, с BatchNorm, как вы видите, скачки маленькие. Это значит, что перемены высоты на этой поверхности, они не такие значительные. Это разница между, то есть L2-норма между градиентом на одной итерации и градиентом на следующей итерации. То есть, смотрите, если у меня на одной итерации градиент вектор градиента такой и на следующей итерации такой, да, то это, ну, два одинаковых вектора. Будет легко поддемонстрировать. То есть если я возьму L2-норму, она будет невелика. Если же у меня один градиент направлен в одну сторону, да, а потом в другую сторону, да, то L2-норма большая. Соответственно, мы видим, что градиент куда более последовательно себя ведет, когда у нас есть BatchNorm. И когда BatchNorm нет, разница между градиентами на итерациях, между итерациями, да, она может быть значительной. Это значит, что здесь мы более или менее движемся в одну сторону, а здесь потенциально у нас шатает стороны в сторону как раз из-за того, что поверхность менее гладкая. И это еще один критерий оценки гладкости поверхности. То есть получается, это отношение разницы между градиентами в двух точках, разделенное на расстояние между этими точками. Соответственно, здесь они говорят про липшествость градиента. То есть если мы с вами проделываем какой-то фиксированный шаг, как сильно у меня может измениться градиент по отношению к этому шагу. И видно, что без BatchNorm, опять же, даже при небольшом передвижении, получается, по поверхности нашей целевой функции, у нас значительно может меняться градиент. При том, как с BatchNorm такой ситуации не происходит. В итоге тот вывод, который делается, что BatchNorm на самом деле не уменьшает, во-первых, не влияет на Internal Cavalry Shift, во-вторых, уменьшать Internal Cavalry Shift принципиально не нужно, то есть и без этого учится хорошо. И в-третьих, выигрыш от BatchNorm совсем другой. Он связан именно с тем, что поверхность целевой функции становится более гладкой. И в заключение я хочу сказать, что существует уже великое множество методов нормализации. Они подходят в разных ситуациях, то есть, например, для рекуррентных нервных сетей BatchNorm считается не подходит, а LayerNormalization, например, подходит. Вот, WeightNormalization, потом те же авторы, что придумали BatchNorm, придумали BatchRenorm для ситуации, когда у вас маленький Batch. Ну и, соответственно, есть всевозможные другие виды нормализации, которые в тех или иных статьях вы можете встретить, и у них свои есть плюсы и минусы, и применимость тех или иных ситуаций. Вот, я не очень большой эксперт в этих самых нормализациях, то есть, это чуть более такие... Ну, LayerNormalization, мне кажется, я читал где-то. А, когда мы будем с вами в следующем семестре изучать Transformer, там мы с вами LayerNormalization тоже посмотрим. Вот, но просто я хотел сказать, что на одном BatchNorme свет клинам не сошелся. Это очень важный метод для изучения, потому что он потом участвует в ResNet. То есть, вы, когда ResNet будете изучать... Вы не можете не изучать ResNet, если вы изучаете Deep Learning, и, соответственно, один из компонентов этого ResNet — это BatchNorm. И нельзя сказать, ну, знаете, тут вот ResNet, у него тут внутри BatchNorm, но не важно, что это, потому что это немножко неудобно применять и так далее. Поэтому изучение BatchNorm принципиально важно. То есть, там и 6 тысяч сетирований большое влияние на... Просто я почему так, знаете, немножко будто бы оправдываюсь, потому что я сам не люблю BatchNorm. Я не могу сказать, в каком количестве уже рабочих проектов и в каком количестве дипломных работ, которыми я руководил, из-за того, что люди применяли BatchNorm, это приводило к проблемам. Это когда вы делаете ImageTrival, и BatchNorm у вас, вы забыли отключить его обучение, и у вас там из-за этого что-то идет не так. Или когда вы сделали проект, а там забыли включить BatchNorm, из-за этого у вас нейронная сеть обучилась хуже. Или когда человек получает результаты с BatchNorm, но он там, например, результаты выглядят слишком хорошими, потому что BatchNorm неправильно используется, и когда BatchNorm правильно используется, начинается проблема. В общем, вот все вот это, и этого было огромное количество. Поэтому с учетом всех ограничений, которые BatchNorm может налагать на обучение вашей нейронной сети, то есть если вы занимаетесь классификацией, то все просто. Там используя BatchNorm проблем нет. Но как только речь зайдет о том, чтобы делать действительно какую-то сложную архитектуру, которая решает сложную задачу, где вам нужно в Batch набирать картинки по какому-то принципу, BatchNorm становится неподходящим и создает проблемы. Но при этом я считаю, что это очень важная тема для того, чтобы ее изучать, для того, чтобы понимать глубокое обучение, как это вообще все работает. Очень важная лекция, с одной стороны. И в ситуации, когда вы на практике, вам нужно что-то нормализовать, я вас прошу не брать BatchNorm автоматически, а сначала изучить альтернативы, подходят ли они для того сценария, в котором вы работаете. Хорошо, всем спасибо. и хорошего вечера. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok